Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Лошади, 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 неизвестно к какому концу унося седоков. Родился Василий Самойлов в 1924 году в Усть-Цильме. Его отец Петр Константинович работал сначала военкомом, а затем учителем. Мама Елизавета Николаевна была секретарем военкомата, занималась домашним хозяйством. В 1929 году они всей семьей переехали в Виску, где отцу предложили работу в школе крестьянской молодежи. В Виске отец преподавал математику, физику, химию, рыбное дело, бухгалтерский учет. То есть был учителем-универсалом. А после того, как на селе была организована первая коммуна «Красная Печора», Петр Константинович написал заявление от всей семьи на вступление в организацию. Так и Василий в возрасте пяти лет стал одним из первых коммунаров. Интересно то, что сам отец Василия был из дворянского сословия, а по линии мамы дед и прапрадеды были священниками. Сохранилась маленькая такая справочка. В связи с 1903 дома Романовых, скобка, 1913 год, местный священник Николай Иванов издал букварь коми-языка на ижевском диалекте. Кстати, им же приложено много усилий, чтобы открыть церковно-приходскую женскую школу в селе Мохча. И Василий Петрович гордится тем, что предки его были, что называется, людьми духовными и подвижниками веры, в том числе и на территории нашего округа. Мой пра-пра-пра-пра-дедушка был священником Самоедской церкви в Колове, а потом Пустозерской церкви. А его сын был священником Перевисочной. А это не Чаев, священник тоже родня, священник Куйского приходила. Одним из ярких воспоминаний детства Василия Самойлова стала рыбалка. С шести лет их брали на лов зельдей, а иной раз и на семгу. И вот однажды, когда с отцом выкидывали поплавь, у него палец на ноге попал в ячею. И я за его, и он сразу остановился, вытащил себя. Маме не говори, я ему не скажу. Я сказал, больше не отпустил бы. Физический труд с детства развивал ребятишек, воспитывал характер и волю. И Василий с ранних ногтей усвоил истину, что начатое дело всегда надо доводить до определенного результата. А интересовало его многое. Любил кататься на коньках и на лыжах, мастерить что-нибудь, рыбачить. А когда к ним на постой пришли исследователи-биологи, он с энтузиазмом стал изучать флору родного края. Увлекся изучением мхов и лишальников. Изучил в очень небольшой степени латынь, поскольку они по-латине все записывали. Мама меня так и звала, как улята. У Владимира Зинов, лишальников. У меня все кроме большого был составлен в Германии, но я это все делал для себя. Я с ними, месяц они вот жили у нас, я с ними каждый день ходил к трубу. Кроме того, в школьные годы, чтобы конспектировать информацию, которую давал учитель истории, Василий даже создал свою систему скорописи. Педагог, вероятно, был не очень квалифицированный, так как весь урок читал ребятам статьи из учебника. А у нас-то книг не было. Я, кстати, сказать, надо записывать. Кстати, сказать, я тогда изобрел свою стенограмму. Воин, допустим, винтовка, там еще что-то такое. У меня знаков около 300-400 было исторических. Поэтому я успевал почти все записывать. Окончив 7 классов, Василий поступил в педучилище. Помимо учебы, активно занимался спортом. Особенно ему нравились упражнения на кольцах. Он мог до изнеможения осваивать различные приемы этого вида гимнастики. Также в оркестре училища играл на мандолине. Для себя учился игре на гитаре и скрипке. От педагогов он был в восхищении. С однокурсниками отношения были дружескими. Будущее казалось прекрасным. Началась Великая Отечественная война, поломавшая судьбы миллионов и миллионов людей. Молодые рвались на фронт. Все были уверены, через месяц, максимум через два, враг будет разбит, и жизнь вернется в прежнее русло. Но вскоре всем уже стало ясно, победить фашизм будет ох, как непросто. Чтобы как-то приблизить время призыва в армию, Василий ухитрился приписать себе год. И в августе 1942-го он попал таки на службу. Шесть месяцев отучился в пехотном училище, где получил военную специальность минометчика и звание младшего лейтенанта. А воевал я сразу в командирах противотанкового взвода 45-миллионстровые пушки. Обучался я 45-миллионстровым пушкам. Ну, через часа, наверное. И когда Василий пришел на батарею к старшему лейтенанту Винокорову изучать материальную часть орудий, тут как раз и получил свое первое боевое крещение. Немецкий самолет-разведчик, который солдаты прозвали «Рама», дал корректировку на артообстрел позиций нашего подразделения. Наводчика убило. Ну, Винокорову разбило ногу, но не сильно. Тут еще ранило заряжающего, я остался целый. Но мы тогда потопили два немецких катера. Они зашли в наши воды, и «Рама»-то повисла, очевидно, корректировала, вот наши накрыли. Мы начали по этим стрелять, а они по нам. И оба катера могут употребиться. Затем было первое ранение. В одном из столкновений с врагом шальная пуля ударила в плечо. Однако кость не задела, и Василий даже в санчасть не стал обращаться. Помнит Василий Петрович и первый свой боевой орден Красной Звезды. Высокой наградой он удостоился, когда им и его расчетом были подбиты два немецких фердинанда. После долгого марш-броска под Нивелем его отделение сразу вступило в бой. Надо было на высоту поднять пушки. Я, значит, расчет один не сможет. На лошадях туда не заедешь, убьют их сразу. Поэтому, опа, расчета взял. Я говорю, давайте, давайте. Выкатил пушку, поставил, значит, заряжающего, поставил подносчика, стрелянок, сам сел за наводчика. Вот. А во-вторых, я говорю, вторую пушку туда выкатил. И мне удалось каких-то за пять минут подбить два фердинанда. Один был выведен из строя первым же выстрелом. Однако другой, шедший в стороне, в это время успел развернуться и выстрелить по расчету Самойлова. Снаряд, может быть, несколько сантиметров, 20 сантиметров, пролетел над моим щитом и ударился в холм, который был сзади меня. Я быстро развернул пушку, по нему успел сеять, разбил гусинцу его. И опять его долго доказал, что он загорел. Потом еще были тяжелые бои и ранения. В своей книге «Фрагменты солдатского пути» ветеран подробно описывает, где и что происходило с ним и его взводом на пути к Германии. Его 135-я ударная дивизия была поистине легендарной. Брала Рейхстаг и знамя ее впоследствии стало знаменем победы. Однако это было потом. До Берлина Василию Петровичу дойти не удалось. 6 августа 1944 года он был тяжело ранен под Ригой. Танки пошли. Я, значит, по одному танку начал стрелять. Попал ли я, не попал ли я, но сноряд разорвался передо мной. Потом сноряд разорвался за мной. Я только подумал, вилка! Значит, третий войн. И сноряд разорвался где-то около самой пушки. Мне же осколком сорвало прицел. Не осколком, а может, с джерной волной. Оторвало эту штуку и бросило в шею медсанзации примерно. Там у меня был боец с раненой ногой. Ну, он меня, значит, перевязал сразу. Ну, у меня из ушей, из носа, из рта. Ну, все, кровь течет. Ну, я, значит, перевязал, он меня перевязал бинтом. Я стал затихаться. Ну, я, значит, бит срывал сюда. Хорошо, у меня хорошая четвертая войска. Целый год Василия Петровича не выписывали из госпиталя. Ему было сделано несколько операций. И демобилизовали только в августе 45-го, когда он более-менее пришел в себя и начал вновь осваивать устную речь. Мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. По словам Василия Петровича, находясь на передовой, в самом что ни на есть пекле войны, у него всегда было тайное чувство, что он не погибнет. Словно бы ангел-хранитель все время стоял за спиной и отводил смертельные удары. Уцелеть в иных обстоятельствах было равноценно чуду. Ведь таких аксамуэлов называли двойной оклад, тройная смерть. А маленькие легкие пушки, предназначенные для близких прорывных боев, солдаты окрестили Прощай Родина. И то, что ветеран остался жив, это особый человеческий подвиг, в котором раскрылась вся душа настоящего русского воинства, которое хранило и продолжает хранить русскую землю. И что же ветеран остались за слезы, а не поделиться нашу роль, а не поделиться нашу роль, а не поделиться нашу роль.